Граффити с национальным колоритом. Уличная живопись в этно-стиле украсила коммунальные объекты в Сыктывкаре. Это проект тепловой организации к столетию республики. В планах продолжать работу. О внешнем виде со смыслом заботятся и другие компании в столице Коми. О каких актуальных проблемах современного общества заставляют задуматься новые произведения стрит-арта Ольга Коняева. В большинстве случаев такие технические строения притягивают любителей оставить далеко не эстетичный след в виде тегов, посланий, невнятных картинок. Такое действие называется вандализмом. Но это другой случай. Ролик снял автор работы художник Максим Умпелев. Мазок за мазком. Здание насосной станции возле кардиоцентра. Теперь это новый столичный арт-объект. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Побольше бы таких ярких красок. Может, люди чаще будут улыбаться? Вот такие художественные работы нас радуют и окрыляют. Вот какая истинная красота души человека. Творите, дерзайте, ребята. В портрете девушки с северными чертами образ Коми народа. Родовые пасы напоминают здесь наши корни. Художник пересматривал фотографии 70-х, фильмы о Сыктывкаре и Коми. Так родилась картина. В планах облагородить еще территорию вокруг. Здесь росло очень много борщевика. Были заросли какой-то старой травы. Это все мы убрали, скосили. А в будущем планируем на подъезде к станции подмешивания даже заасфальтировать дорогу. Но пока это не представляется возможным. Я думаю, в будущем году займемся этим. Со смыслом теперь и техническая подстанция в одном из дворов столичного местечка Орбита. Тот же мастер, тот же заказчик. Лисы, медведи, куницы. Такой росписью северные народы украшали одежду, посуду, интерьер. Еще летом это был неприглядный объект. Сегодня картина радует глаз. Национальный колорит. Промысловые животные Коми. Жители местные теперь довольны видом из окна. Внутри таких станций оборудование для регулирования теплоснабжения зданий в округе. Это жизненно важный объект. Быть может, и это один из смыслов на стенной живописи. Без тепла в Северном доме нет жизни. Мы планируем продолжить этот проект. И не только в Сыктывкаре, но и в других городах республики. И в связи с этим приглашаем молодых художников к сотрудничеству. Обновление и возле третьей детской поликлиники. Маленький Родион, выйдя от доктора, сразу приметил яркие краски. Сразу нас привлек этот рисунок. Мы подумали, что открылось что-то связанное с космосом. И, скорее всего, для детей сразу же сюда подошли, чтобы посмотреть. Герой экзюпери философской сказки о добре и зле борется с обыденностью жизни. Маленького принца мамы обещают прочитать детям, просто пройдя мимо здания. Принадлежит оно медклинике. Для оформления стены между сотрудниками провели конкурс. Нам хотелось изобразить на стене именно тему, заботу о своей планете, о своем городе, о своей земле, можно сказать. Ну и, конечно, заботу о себе, о своих близких, ну и заботу к своему труду. И у нас одна из сотрудниц, наша Оксана Налетова, она как раз таки представила именно рисунок маленького принца, который как раз и доносит о том, что начни с себя, да, проснулся, позаботься о своей планете. Сказка-терапию дополнит эко-просвещением. Рядом обустроили небольшую площадку. Здесь установят информационные стенды. Компания сама собирает мусор раздельно и учит этому других. Так граффити, когда-то кричащий вызов с иронией и сарказмом, становится проводником в мир эстетики с актуальным для региона смыслом.